Тут очень сложно сейчас говорить, потому что дети маленькие старички, вот каждый родившийся ребенок, если начинает подрастать, мне всегда больно на него смотреть, больно смотреть на детей, ну, такой радости нет. Вот, родился там ребенок, там внук или что-то, это всегда большая сложность, всегда неопределенность, всегда, причем неопределенность в этом мире сегодняшнем, она уж очень, уж очень, так сказать, процветает. Куда? И как бы ты ни старался, как бы ты ни хотел, он все равно будет делать так, как ему написано по этой комической программе. Ты будешь ломать, будешь менять, пытаться менять, бесполезно. Много сейчас сложностей. Но наиболее благоприятная среда для духовного роста. Думать, что для духовного роста надо какую-то райскую жизнь создать, всех вот так, так сказать, посадить под палящее солнце, под зонтики, там море дает, тогда будет духовный рай. Нет. Продукты надо на небо давать. А тут, ну, оранжерею тебе никто не сделает, потому что хороший продукт, должен быть морозостойким, там еще прочее, прочее, прочее. Проверить его надо. То есть, мичуринцы. В духовном плане, тут мичурин требуется. Такой парадокс. Казалось бы, вот, должно быть наоборот, а вот это как раз и наиболее благоприятная среда оказывается. Потому что мы опять не понимаем смысла своего предназначения. Мы думаем, нам детей вырыть, чтобы они были хорошенькие, чтобы хорошо на работе устроились, чтобы у них там было все в порядке. А у него-то другая задумка. Там, наверху-то. То есть, у нас вот теряется, разрыв идет между земным и истинным предназначением. И у нас вот это все как-то непонятно. С какого-то момента мы на одной стороне, а потом сразу на другую переметнулись. И не понимаем, да, где вот эта двойственность. Поэтому собой надо озаботиться, делать то, что нужно. А остальное, если вы изменитесь, приложится вокруг вас. Это факт. Потому что другого выхода нет. Если вы будете метаться между двух огней, туда и сюда, ни там ничего не сделаете, и здесь ничего не сделаете. Ни на духовном поприще, ни попытки где-то установить мир и покой и порядок в семье, касаемо детей, следующих поколений. Вот такая вещь очень... Что? Ну, заражение же детей вот таким... Происходит, да. Да, происходит. Хотят они или не хотят, но они все равно хватанут его, правильно? Но они все равно хватанут этого света. Конечно, конечно. Если изменится родитель, если изменится человек с ближайшего окружения. А так ничего не произойдет. Просто ничего. Человек будет метаться туда-сюда, и никакой реальной помощи ни ребенку не окажет, и сам утонет. Вот замечательно, кто-то из древних отцов церкви сказал, если ты будешь пытаться, пытаться помогать человеку, все время помогать, ну, а деву предложить тебе помогать. Вот, оставь это, он тебя утопит. Тебя утопит. А помочь им можешь, только обретя свою истинную сущность. Ты ему не поможешь, и ты утонешь. Потому что ты не вырастешь. Вот такая, смотрите, очень тонкая вещь. Мы-то привыкли к такой родовой человеческой психологии. Не к духовному родству, не к высшей форме, так сказать, проявления. А именно вот к родовой. А Иисус сказал, надо превзойти кровное родство, надо искать братьев по духу, и только тогда что-то изменится в этом мире и вокруг. А вы говорите, все просто. На самом деле все просто. Занимайся тем, чем надо заниматься, и мир изменится. Серафим Саровский великую вещь сказал, он сказал, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Только так можно реально изменить. Изменить мир, я не говорю там планетарного. Но мир вокруг себя хотя бы. То есть, если вы будете примером пути, если увидите, что ваши слова не расходятся с делом, если вы учите там жить, не гневаться, не расстраиваться, смиряться, а сами будете постоянными нравоучениями, гневными тирадами, так сказать, долбить детей и сказать, да что ты меня учишь-то? Не надо. Изменись сам. Вот когда человек меняется, то ребёнок ощущает это по вибрациям сердца. Детей мы действительно не любим. Мы хотим, чтобы они стали тем-то, тем-то, тем-то. Да, конфетками там откупаются, кто компьютерами, кто дорогими подарками. А вот этого-то нет. Они могут чужому человеку, любому, с душой и сердцем, так сказать, они к нему придут и головку на колени положат. А с родителями они дистанцируются. Потому что они не чувствуют вибрации вот этого психического существа, а их нет. Гитальные – да. Моё. А тут нет.